Сейчас из новостной повестки не уходит тема опасности COVID-19. Однако не стоит забывать о нашем сердце. Тем более, что существует такой праздник, как Всемирный День Сердца. Кстати, не коронавирус и его последствия, а именно сердечно-сосудистые заболевания являются лидерами смертности. И вовремя оказанная помощь может спасти кому-то жизнь. Специальный мастер-класс по сердечно-легочной реанимации провели для сотрудников СМИ медики. Участие приняла наш корреспондент Наталья Чекет. У человека остановилось сердце. Счет идет буквально на секунды. Ждать приезда скорой помощи нет времени. Необходимо срочно предпринимать экстренные меры, чтобы спасти жизнь. Конечно, врачи знают, что делать в таких ситуациях. А вот как действовать человеку без медицинского образования, журналистам рассказали в учебном центре Тверской станции скорой медицинской помощи. Занятия, которые у нас проводятся в учебном центре, они помогают сориентироваться тем, кто рядом находится с заболевшим человеком. Сориентироваться, что нужно сделать, как оказать помощь, какая этапность оказания помощи. В роли пострадавшего манекен. Врачи объясняют первое, что надо сделать – убедиться, что вокруг безопасно. Кстати, в связи с пандемией коронавируса делать дыхание рот в рот не рекомендуется. Позвать обязательно нужно на помощь. Одному справиться крайне трудно. Оцениваем дыхание. Как это делается? Значит, запрокинули. И вот таким образом пытаемся почувствовать дыхание, увидеть движение грудной клетки и услышать дыхание. До 10 дыхания нет. Далее необходимо приступить к легочной реанимации. Найти точку, середину грудной клетки, куда надо давить. Сложить пальцы в замок, не сгибая рук, и аккуратно давить на грудь пострадавшего. 30 надавливаний, затем 2 вдоха. У меня правильно делал? В то же время нужно вызвать скорую помощь. Необходимо точно сообщить свое местоположение. Ситуаций, когда у человека останавливается сердце, в общественном месте много. Смертность от таких случаев достаточно высока. Поэтому Всемирный день сердца призван помочь осознать важность профилактики и диагностики сердечно-сосудистой системы. Заболевания сердца проявляются резкой болью за грудиной, слабость, потливость. И если где-то рядом с вами человеку плохо, и он жалуется на боли в груди, или там боль может быть и в руке в левой, и боль может быть отдавать в шею, в спину. Поэтому появляется резкая слабость. Человеку надо сесть или лечь, потому что это состояние тяжелое. Сердце – мотор всего организма. Сердечная мышца рассчитана на долгий срок работы. При заботливом отношении она может работать до 150 лет. Поэтому врачи-кардиологи подчеркивают, заболевания сердечно-сосудистой системы во многом можно предотвратить. В том числе с помощью сбалансированного питания и здорового образа жизни. И чтобы не возникали такие ситуации, когда вам необходима экстренная помощь.